Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Сара, и сегодня мы обсудим с вами трагедию, которая произошла в Химках, в лицее, где 11-летняя девочка из 5-го класса хотела убить свою подругу. Я не буду говорить точное количество ножевых ранений, потому что оно варьируется. Там кто-то говорит 100, кто-то говорит более, кто-то говорит даже 200. И вообще все, что мы знаем об этой трагедии, это все очень размыто. Этому есть причины, заведено уголовное дело. Как вы знаете, ребенку судить никто не будет, потому что девочке нет 14 лет, и по закону Российской Федерации это невозможно. Могут привлечь родителей при определенных обстоятельствах, и, конечно же, говорят, что уже привлекли родители, и, конечно же, с самого начала должны были привлечь учителей. Почему я хочу с вами обсудить эту тему? Ну, во-первых, очень много блогеров высказывают свое мнение со своей совершенно непрофессиональной стороны. Все, что они могут назвать профессионализмом, это то, что они блогеры, они поэтому могут говорить, а второе, то, что они мамы, папы и прочее. Смотрите, перед вами стоит человек, у которого лингвистическое образование, также я с правом преподавания национальных языков и культур, и очень-очень-очень много у меня есть преподавателей. А именно, сейчас я вам скажу, я подсчитала 300 человек, 300 педагогов из разных сфер. Это фриланс, это университетские педагоги и школьные учителя, и не только по всей России, а также бывшие СНГ. По той причине, что русскоязычные, кто говорит на русском языке, кто может слушать мои лекции, они вступают в мой педагогический клуб. Оттуда каждую субботу, представляете, мы встречаемся онлайн и обсуждаем различные проблемы. Поэтому я могу сейчас стоять перед вами и говорить свое мнение. А самое важное, не то чтобы свое мнение о трагедии, что я могу сказать, это ужасно то, что случилось, и точка. Я думаю, что многие из вас со мной согласятся. А именно почему это произошло и что сделать, чтобы, а, будучи учителем, себя обезопасить, и чтобы вам сейчас, как тому классному руководителю, не грозило педагоги, пять лет общего режима, но я думаю, что это не очень сейчас влияет, это пять лет без свободы, и, кстати, это худший случай. А в лучшем случае она просто не будет допущена больше к своей работе, что я тоже считаю такой же трагедией для учителя. Мы поговорим, как от этого себя обезопасить, и также мы поговорим, как слышать своих детей. Хочу вам сказать, что я не имею своих детей, это важно, потому что очень многие в комментариях, еще когда я не была в Ютьюбе, а была в Инстаграме, очень много мам мне писали, как вообще можно преподавать, если у тебя нет детей. Ну, слушайте, я отвечаю только так. Если у меня есть зубы, это не значит, что я могу их лечить. Поэтому от обратного, да. Я умею работать с детьми, я знаю, как работать с детьми. Сейчас я с ними не работаю, я не являюсь в том числе и школьным учителем. Но поверьте, необязательно иметь ребенка, чтобы понимать, как его слышать и как его обучать. А это и является моей профессией. Итак, ну, давайте обсудим сначала, что произошло, что сейчас знаю я. Были две девочки в пятом классе, дружили, все было прекрасно, общались, играли в одну общую компьютерную игру, и все было замечательно. Далее происходит какая-то, нам неизвестно, ссора, да, что-то у них случается, они прекращают дружить, после чего девочка берет кухонный нож, одна из них берет кухонный нож, приносит его в школу, и в середине где-то дня, я так поняла, говорит ей, слушай, а давай-ка ты поднимешься на третий этаж в женский туалет. Та поднимается, приходит, и, собственно, ее бывшая подруга наносит ей то ли 100, то ли 200 ножевых ранений. Далее она выходит из туалета, заходит в свой класс, все видят, что она в крови, и она говорит, я ее убила. Мне, как лингвисту, интересно, она это сказала, ее спросили, что случилось, или она просто это сказала? Объясню, почему мне это интересно, потому что все, что мы говорим, мы говорим не просто так. И, я думаю, одно известно точно, что у ребенка, который совершил преступление, есть проблемы с психикой. Это точно, то есть мы можем с вами прочесть, что в итоге это не из-за игры, не из-за молодого человека, как нам писали, да, но факт остается фактом, девочка нездорова. Итак, давайте начнем с первого пункта. Могли ли учителя в школе или же школьный психолог заранее знать о том, что произойдет, об этой трагедии? То есть мог бы ребенок как-то показать, что с ним что-то не так? Это самый, наверное, такой яркий вопрос, и этот вопрос будет задан в суде, педагогу, которому сейчас грозит пять лет. И, кстати, еще из-за этого очень-очень много шума по этому поводу, что как это так, бедный преподаватель? Сейчас мы это обсудим. Вот смотрите, если пользоваться наукой, если пользоваться не болтовнёй, а именно рассуждать серьёзно, то могли, потому что педагог, школьный учитель, он не только учит своему предмету, а также и следит за поведением. Это прописано в его работе, и контракт, который он подписывает со школой, об этом говорит. Сейчас, я думаю, слышу эти слова, очень многие учителя должны на меня обидеться, сказав, знаешь что, Сара, а ты там день проведи в этой школе, я посмотрю на тебя, как ты сможешь за каждым следить. И будут правы. Почему? Потому что школьные учителя получают колоссальное количество писанины. Назовём это своим языком. Писанина. То есть постоянно, каждый год обсуждается, что надо учителям дать больше свободы, чтобы они могли следить также и за детьми, заниматься ими. Вот ввели эти уроки, да, у нас тут дополнительные, где всякие Егоры Криды даже там рассказывают, как себя обезопасить и прочее, прочее. Всё это прекрасное есть. Но учителя, как и писали тонны ненужности, совершенно вот абсурдного материала, так и пишут. Соответственно, мы можем много чего говорить, но факт остаётся фактом. Давайте с вами. Я вот, честно, провела бы этот следственный эксперимент. Но, к сожалению, на данный момент у меня нет этой возможности. Вот мы подойдём к пятикурсникам или те, кто получают специалиста, педагог в школе, вот школьный педагог. Мы к нему подойдём и спросим, признаки девиантного поведения. Перечислит ли нам этот студент? Да даже на окончании пятого курса, даже после выпуска. Может быть, признаки перечислят. Перечислит ли он, что делать в случае очень, выражаясь простым языком, странным поведением. Что такое странное поведение? Не обязательно танцы на партии, обзывательство, агрессия. Это очень ярко. Вы знаете, иногда тишина и какая-то даже отчуждённость – это ещё хуже. Что должен делать преподаватель? И вот сейчас вы, наверное, думаете, что я вам скажу, вы должны говорить с учеником, вы должны ему помогать психологически. Нет, вы учитель, вы не психолог. В школе должен быть хороший психолог. Ну, давайте так. У нас есть хорошие психологи в школе? У нас нет хороших психологов в школе. Если они и есть, то это вот на пальцах посчитать. Про себя скажу. У меня школьный психолог был учителем по УБЖ, а училась я в очень хорошей школе. Обычно, когда что-то такое случается, что делает учитель? Он, значит, в шоке, что ребёнок, например, всех бьёт, обзывается. Вот из реальных историй, так как я общаюсь с преподавателями, мальчик постоянно угрожает расправой, второклассник, сколько второкласснику, ну, лет 8-9 ему, да, постоянно угрожает расправой своим одноклассникам. Когда учитель разговаривает, он может ни с того, ни с сего выкрикнуть, а если ты убил человека, первое, надо избавиться от его головы. Вот, странное поведение у ребёнка. Я тоже считаю, что очень странное. И вот преподаватель, что делает учитель? Он, значит, идёт в учительскую, садится и говорит, слушайте, у меня Энна и Антон вообще просто сошёл с ума. Представляете, что сказал? Всё такие, да ты что, да? Так, что делать будем? Ну, что, надо повестить родителей. Оповещают родителей. Давайте возьмём вариант, что родители им пофигу. Да, у нас таких родителей, к сожалению, много. Вот. Мальчик продолжает себя так вести. Далее мы ещё раз оповещаем. Далее уже родители, с кем учится этот мальчик, начинают говорить учителям, что нам делать, он совершенно ненормальный, он то бьёт моего сына, то то, то сё. И вот так вот это в чатах обсуждается. И очень редко доходят до правильных служб, которые должны заниматься такой семьёй. А именно постучаться к ним в дверь и посмотреть, что происходит в этой семье. И какого, извините, чёрта, ребёнок, которого точно во втором классе не должно волновать, как расчленять тело, очень взахлёб и с интересом это рассказывает. Но знаете, как обычно это происходит? Всё заканчивается болтовнёй в учительской. Далее давайте представим, что некий Антон пойдёт и нанесёт эти сто ножевых ранений своему однокласснику. И вот вы скажете, а я ходила, я разговаривала с мамой и папой, меня никто не слушал, я говорила школьному психологу, меня никто не слушал. Дорогие учителя, а где это написано, что вы что-то говорили? И если вы видите, что вы говорите, и никто вам не помогает, может быть, стоит дальше пойти и сказать? И я сейчас не призываю к тому, что у вас должно быть сердце, вы педагоги. Я, правда, так считаю, если честно, ну, уже так понимаю, что это не модно, да? У нас уже и врачи многие говорят, что лечить людей не значит любить людей. Учителя говорят, что я детей ненавижу и прочее, да? Давайте просто даже позаботьтесь о себе, дорогие учителя, позаботьтесь о себе, потому что пять лет общего режима за то, что вы проморгали такого мальчика или такую девочку, это очень даже реально. И сказать вам честно, я слышала, что есть петиция, которую хотят, собирают там подписи, давайте спасем этого учителя, и там многие блогеры даже репостят, давайте, давайте. Друзья, вы, я не знаю половину, что было там на самом деле, что там за семья, что там происходило, что там за учитель, а хотел ли он видеть эту проблему? Или, может быть, он, правда, пытался, но что, он не знал, что есть определенные органы, которые занимаются детьми? Вы реально будете это подписывать? Вы понимаете, что вы подписываете? И какой был этот учитель? А давайте возьмем вариант, что эта девочка была тихоней. Там уже есть такие комментарии, мне тяжело верить, потому что это дело сейчас очень закрыто, и ну давайте представим, что она была тихоней. И учитель вообще вот, ну последний от кого бы ожидал, так это от нее вот это пятый класс. Кстати, давайте тоже обратим внимание, что она, этот классный руководитель, с этими детьми знакома с сентября, потому что это пятый класс. То есть это уже там новый учитель. И давайте предположим, что она, ну, тихая. Если вы посмотрите программу в университете для учителей, там написано о том, что тихий ребенок тоже нехорошо, тоже не норма. Тихий, затюканный ребенок, надо с ним разговаривать. Ему нужно задавать вопросы. И когда он говорит, все хорошо, мамы, кстати, это тоже вас касается, все хорошо, это очень плохой ответ. Мам, все нормально. Все нормально, это плохой ответ. Вы должны знать, что происходит в жизни вашего ребенка. То есть очень часто, например, ребенок сталкивается с колоссальной агрессией в школе от своих одноклассников, и он, например, тюкает, обзывает. Учителя это знают, не обращают на это внимание. Таких учителей, к сожалению, много. Родителям они не говорят, родители тоже не знают. Но когда она приходит, замученная с работы, мама говорит, как дела? Она говорит, мама, у нее все хорошо. А, ребенку жалко, мама, она не хочет, я же на нее свои переживания. Б, мама много раз обесценивала ее переживания по поводу того, что ей нравится, мальчик об этом узнал весь класс, и теперь ее все обзывают. Поэтому она ничего не говорит маме, потому что сказав это один раз, ее обесценили. Слушайте, ситуаций много, а один есть правда, факт. Девочка нанесла эти ножевые ранения не просто так. Давайте еще подумаем. Компьютерная игра. Ой, честно, это вообще, это моя самая любимая, как сейчас чиновники начнут компьютерные игры запретить, запретить. Факт. Ни одна компьютерная игра не может заставить ребенка, только если там нет каких-то там зомбирующих моментов, но этих игр нет, поверьте мне. Уже много есть исследований научных. Ни одна компьютерная игра на здорового ребенка не может перенести тему «иди, возьми кухонный нож и завали одноклассника». Нет. Но компьютерная игра может быть следствием. То есть мы берем уже заболевшую голову, назовем это так, и накидываем туда компьютерную игру. Получаем вот то, что случилось в химках. Стрелков сколько было за 22-й год? Много было. Кстати, уже не освещают это так часто, я думаю, что и химковскую трагедию тоже много не будут освещать, дабы не было вот этих вот романтизаций этого всего. И вы знаете, когда смотришь, например, фильм «Класс», вот эта романтизация, она присутствует, потому что ты сочувствуешь этому ребенку. Ты сочувствуешь ребенку, потому что его показ как его чмырят, чмырят, мама бьет, а может быть, эту девочку вообще насиловали дома. Вы понимаете, что ситуации может быть очень много, и если ребенок не бежит об этом рассказать своему учителю, это не значит, что проблемы нет, но это видно, и вам любой психолог, образованный психолог, скажет, что да, это видно. Мы можем обвинять преподавателя и классного руководителя за то, что не усмотрел? Да, можем. И я призываю молоденьких учителей или же уже с большим опытом. Дорогие коллеги, когда вы видите странное поведение, и вы понимаете, что вы не можете помочь, вот нет у вас сил, ресурса, знаний, обратитесь в органы. Как минимум, обезопасьте себя. Вот если сейчас, например, начнутся слушания, и этот учитель скажет, а вы знаете, меня эта девочка всегда настораживала, и семья мне не нравилась. Кстати, я не раз обращалась к директору. Но это если было ла-ла-ла, то директор скажет, не знаю, еще перестру фамилию слышу, дабы защитить себя. Вы должны оформлять это в письменном виде, писать на почту, писать просто заявление, ставить свою роспись и просить директора. Или определенные органы, если это уже дошло до совершенно неприятного, это вот как, например, из истории про мальчика, настоящая история, который рассказывает, как членить детей. Вот. Вы должны написать. И когда, даже если не примут меры, а мы знаем случаи, когда полиция не принимает меры, есть бумажка, на которой написано, что вы пытались обезопасти себя. Я не могу, я не обвиняю этого учителя. Я не знаю, может быть, эта бумажка есть, может быть, ее нет, может быть, она пыталась обратить на это внимание, а может быть, она сейчас будет говорить, а вы знаете, сколько у меня дел? Но, ребята, это не разговор в суде. У меня много методической работы, это не разговор в суде. Но я, как учитель, педагог, человек, который очень много работает с преподавателем на данный момент, да, это правда, очень много работы. И каждый раз мы начинаем одно и то же, мы говорим, нам надо вести общение с детьми, нам нужно с ними чаще общаться, чтобы они нам рассказывали, потому что мы не знаем, что в их голове, плюс совершенно другое поколение. Что мы получаем по итогу? Да-да-да-да-да, трагедия случилась, поболтали-поболтали, учителям надбавку дали какую-то за выделенные часы работы с этими детьми? Не дали. Учителям дали вообще план работы, как работать с такими детьми, потому что, к сожалению, да, в университетах сейчас все не очень хорошо. И я это говорю, как человек, который обучает педагогов. К сожалению, ну, давайте даже так, вот у кого школу дети ходят? Дойдите, спросите, пункты, какие, что называется девиатным поведением, признаки девиатного поведения, что делать? Вот посмотрите, как она себя будет вести при ответе. Она знает это как отче наш и понимает последовательность работы, потому что, извините, но это жизнь вашего ребенка. Это, кстати, и ее жить в том числе, потому что и она может пострадать. Кстати, эту интересную историю, так как я очень много читаю про серийных маньяков, про маньяков, с этим связана моя научная работа, только она связана с лингвистикой, но тут вот, откуда я знаю эти истории? Были случаи, убили двух девочек несовершеннолетних, им даже не было 14 лет. Одну, точнее, их убили, их нашли, и был фоторобот, примерный, как выглядел этот молодой человек, который убил этих детей. И его нашли только потому, что его учительница, которая у него преподавала в школе, она обознала его. И на самом деле там все сошлось, и вот он сидит в тюрьме. И мне, знаете, очень нравится вообще? Это особый вид. Вот она сидит и говорит, вы знаете, да проблемный был. Да, вот он вот постоянно, вот у нее, я вот у него находила на руке вот от сигарет. Вы знаете, говорят, что его вот маминой какие-то любовники приходили и насиловали его. Вообще, бедный ребенок, конечно, да, вот я бы это вот помню, запомнила его лицо, и вот когда увидела фоторобот, я бы не знаю, я хотел сказать, да пошла ты, то есть ты это все помнишь, ты даже в подробностях это знаешь, а его привлекали, родители как-то вот привлекали? Нет. Кстати, знаете, у кого он прятался? У своей мамы. Да. То есть, получается, никого не привлекли, да, за насилие над ребенком. А сейчас, мне, кстати, очень нравится еще, вот как многие пишут, посадите этого ребенка, говоря про химковского ребенка, посадите ее, это надо наказать, она такая, какой ужас, что за зверей выращивают? Выращивайте очень часто вы сами. Другой вам пример приведу. Два года назад, мой день рождения, прихожу в 12 часов ночи, просто в прекрасном настроении, море цветов, и, значит, мы с мужем заходим, у меня подружка, которая, бывшая уже моя подруга, но не по этому поводу, она помогает, значит, нам заносить цветы, все прекрасно, мы общаемся, и тут я слышу, как кричит женщина, и вот мужчина, что-то неразборчивое говорит, и буф-буф, вот бьет, бьет, я говорю, слушайте, что происходит, 100% драка, значит, мне муж говорит, давай, выйду, и говорит, что вы больной, что ли, ни в коем случае выходить нельзя, нужно вызвать полицию, это вот правило поведения, и моя бывшая подруга, знаете, что сказала, а зачем это вообще над этим связываться, у тебя сегодня день рождения, у тебя проблем нет никаких, успокойся, я говорю, то есть утренний вот этот вот мешок черный, это тоже поднимет настроение с многим, откуда такой пофигизм в сторону человеческой жизни, и я очень часто в своем телеграм-канале, кстати, ссылку на него я оставлю под этим видео, говорю о том, что я конкретный мизантроп, не могу сказать, что я прям люблю людей, нет, нет, я очень, вы по многим видео видели, как я могу высказаться в сторону там, да, какого-то поведения, я очень легко говорю, что человек дебил, если я считаю его дебилом, да, но при этом, если я вижу, когда человека бьют, да, я вызову полицию, я боюсь ли я проблем, каких проблем, что потом он мне что-то сделает, ну, это, так это возможно, боюсь я этого? Нет, я боюсь, что из-за моей безалаберности умрет человек, вот это я боюсь, и вот давайте еще раз, когда, ну, я не удивлюсь, если, как бы, мам, я могу понять, которые просят посадить ребенка, это просто безграмотные женщины, которые, не знаю, что до 14 лет ребенка не сажают, но ребенка не выпустят на свободу, дальше ходить, и других убивать, нет, ее, скорее всего, положат в психиатрическую больницу, это трагедия двух детей, и когда мы начнем смотреть на эту трагедию, как на трагедию двух детей, наше общество станет немножко лучше, я сейчас призываю и учителей, и мам, учитель, пожалуйста, позаботься о себе, да, как масочку сначала на себя надеваем, потом на ребенка, это, когда вы оформляете какие-то ваши подозрения в сторону детей, родителей своих учеников, оформляйте их, а не болтовнёй в учительской занимаетесь, то же самое касается и родителей, если вы видите, что вашего ребенка обижают, вы раз сказали, два сказали, кстати, призываю родителей никогда не выяснять это с ребенком, да, только с родителями этого обидчика вашего ребенка, не получается, вперед, у нас есть органы, вы мне скажете, что хорошего, что ребенка, это я просто вот говорю о том, что мне люди говорят, что хорошо, что ребенка заберут в детский дом, нет, хорошо, когда он убьет вашего ребенка, вот это лучше, Вот это лучше, ребята. И далее. Обратите внимание на комментарии. Я оставлю даже ссылки. Это просто на посты. И там почитаете, в запрещенном нашей сети. Почитаете, что пишут люди. Они пишут о том, что посадить ребенка. Когда уже в школе будут смотреть, что принесли ученики. Вы себе это как представляете? Вот эти диванные советчики. Мамы, которые ходят. И причем, знаете, школа, это же не театр. Это вот то, что касается каждого. Вы как себе представляете? Посмотреть рюкзак. Ну, во-первых, как долго мы будем проходить вход в школу? Ладно, ладно, хорошо. Металлоискатели. Окей, ты пищишь. Рюкзак не пищит, ты пищишь. Разденься искать ребенку. Она говорит, а, да, вы знаете, вот у меня там это пищит, там ключи, брелок. А на самом деле у нее есть брелок. А еще в кармашке нож. Охранник будет просить за выражение трогать ребенка, обыскивать на ножи. Вот перед тем, как свой дебильный совет написать, вы посмотрите, вы это вот примерно нарисуйте это перед собой. А может быть нужно устранить причину, что есть дети, которые носят в школу нож и хотят убить своих одноклассников. Никто об этом не написал. Правда. Люди пишут. Ведите металлоискатели. Посадите того, того. Запретите компьютерные игры. Факт научный. Выдыхайте. Нет. Если нет больного мозга, на больной мозг, поверьте, можно мультик один посмотреть, тоже поехать. Да. Это как, знаете, люди пишут, чебурашку запретить, пропаганда ЛГБТ. Но это вот все равно, что вы говорите про игру. Это то же самое. Если ребенок здоровый, живет в здоровой атмосфере, ему не придет это в голову. И это такой же научный факт. Но больным ребенок, психически больным ребенок может быть по двум моментам. Первое. Это нарушение. Ну, например, когда мама его рожала, была асфиксия. И это дает определенные моменты в психике ребенка. Это какие-то травмы, которые там в детстве ребеночек упал. И это может быть первый вариант. Который, кстати, тоже будут смотреть у этой девочки. Может, у нее есть вот этот момент, который нанесла ранение. И второй еще есть вариант. Это когда над ребенком что-то происходило, поэтому он стал такой. Мои дорогие, вариант, что с ним все было хорошо, все было супер. И ничего не было. И не было никаких, в том числе, травм и так далее. А он вот так вот просто посмотрел игру. Или утром просто проснулся и думает, возьму-ка я кухонный нож и зарежу своего одноклассника. Это видео точно будет забавлено, мне кажется, Ютубом. Не может быть такого. Не может быть. Когда вы научитесь, вы, родители, слушать своих детей и фраза, у меня мам все хорошо, а дальше говорит, у меня было много работы. Ну, ребят, да, это родительство. Да, это родительство. Нужно знать, чем живет ваш ребенок. Это не читать его дневник втихаря, а вести с ним беседу, уметь общаться. Да, мои дорогие учителя, вас должны были научить, как выяснять причину любой замкнутости ребенка. От, например, дислексии, которая может повлиять на замкнутость, до каких-то серьезных психических расстройств. Доброе утро. Это правда надо знать. Знаете, подытожим это видео. Из-за ужасного уровня образования, который только деградирует. Именно поэтому у нас такие проблемы. Вы можете ввести любой металлоискатель. Вы можете наказать как угодно учителей, родителей этого ребенка. Вы не решите эту проблему. Потому что если сейчас, пока я записываю это видео, в голове у ребенка зреет план, как расправиться со своим одноклассником, который просто ему ручку, например, на перемене не дал, там стоит глубокая проблема, которая касается родителей, учителей как следствие. И нас с вами как общественность. Дорогие мои учителя, я всегда готова ответить на ваши вопросы, рассказать вам, в какие органы надо обратиться, в случае, если вы не можете решить проблему с насилием в школе, например, или же чем-то неправомерным, что происходит на территории вашей школы. И, кстати, вы всегда сохраните анонимность. Я готова выслушать и помочь вам, чем смогу, информацией или же осветить эту проблему. Пункт номер два. Дорогие родители, если вы видите, что что-то не так с вашим ребенком или с одноклассником вашего ребенка, с вашим ребенком уж тем более, начните разговаривать, отведите психологу, делайте что-то. А если с одноклассником вашего ребенка берегите своего ребенка, «Поднимите эту проблему». Не поругайтесь, а поднимите эту проблему. Это трагедия. Это испорченная жизнь двух детей по причине того, что взрослые недосмотрели. Я, безусловно, возьму свои слова обратно, если там прекрасные родители и у ребенка травма была, которая дала такой резонанс. Но родители же должны были знать об этом. Учитель же должен был видеть. И я вам со стороны, как специалист, могу сказать, должен был. Друзья, очень тяжело мне далось это видео. Я покраснела, меня очень трясет, потому что я очень сочувствую учителям, я очень сочувствую родителям, и особенно, больше всего, я сочувствую этим двум девочкам. Потому что я искренне верю, что мы не рождаемся убийцами. Мы не рождаемся насильниками. Все это можно увидеть, предотвратить. Есть лечение, как от шизофрении и прочее. Все можно сделать, если тебе не все равно. Но не будьте вы безразличны. Напишите, что вы думаете. Не будьте тупыми блогерами, которые пишут вот эту вот всю ересь. Они очень приятны иногда. Я понимаю, у меня есть, например, люди, которые, я знаю, что просто хотят справедливости. Я понимаю, что есть люди, у которых еще нет детей, они думают, господи, не дай бог, это бы случилось с моим ребенком, это же так страшно. Да, 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 я это понимаю. И вы, например, пишите, все, а вы всех посадите. Это, знаете, детская реакция. Запретите, посадите все. Или вы чиновник, который говорит, запретите. Нет же. Я готова со своей стороны помочь учителям. Я не готова помогать родителям, потому что я больше специализируюсь на учителях. Но если вам нужно узнать последовательность принятия мер, она есть. И она есть не последовательность принятия мер и венесары, а общегосударственная. И не всегда все так плохо. Не надо так не любить наши госорганы. Очень много хороших людей в них работает. Да, вы можете наткнуться на плохих, но и на плохих есть управа. Тем более сейчас наше время, когда все можно осветить. Берегите себя. И очень жду ваши мысли. Может быть, у вас есть похожие истории. Спасибо большое за внимание и до новых встреч.